Друзья, доброе утро! С вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кенчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, друзья, я являюсь журналистом. У нас сегодня 7 градусов, плюс 7. Ночью было плюс 3. Посмотрите, пожалуйста, я сейчас хочу поставить видео, что у нас происходило вчера, самое настоящее цунами. И вы можете себе представить, что на севере Италии сегодня ночью шел снег. Я уже ничему не удивляюсь, но я хочу сказать, что позавчера я еще ходила в футболки, и мне было достаточно жарко. Сейчас я в свитере, и я хочу сказать, что мне очень даже прохладно. 7 градусов. И моя подруга Вика, Вероника, которая живет в Австрии, недалеко от Зальцбурга, у них точно так же выпал снег. В конце сентября. Друзья, вовремя мы за грибками сходили. Смотрите, ой, ветер какой, вот что у нас начинается. Там вообще гроза, вот оттуда идет гроза, что ветер, я представляю, что будет через какое-то время. Шелка закрывается, сетка. Потом поснимаю вам, когда будет у нас гроза начнется. Друзья, вот, смотрите, подошло ближе уже к нам буквально. Прошло несколько минут. Уже дождь идет пока не сильный. Я думаю, что через 5 минут где-то примерно начнется... Ба-ба-бам! Ну вот, вам и пожалуйста. Все, проливной дождь. Вот такая у нас, друзья, неделя. Муж обещает брать вот эти деревья. Старники, которые растут с невероятной скоростью и закрывают панораму на Вольде-Киана. Ну что ж, сегодня вечер тоже дождливый. Друзья, если вы когда-нибудь были в Риме и вы посетили галерею Баргезе, я думаю, что вы помните 4 картины художника Альбании. Если не помните, найдите, пожалуйста, в интернете. Несколько лет тому назад в передаче «Что, где, когда» знатокам им показали вот эти 4 картины и сказали за одну минуту определить, что на этих картинах изображено и расположить их в правильной последовательности. И они справились. Это времена года. Так вот, друзья, если вы найдете эти картины времена года Альбании, галерея Баргезе в интернете, обращайте внимание на оттенки. Вот когда смотришь на небо, видите, больше серого появляется. Потому что в летнее время небо голубое, голубое. А вот эти серые оттенки, они свидетельствуют о чем? О том, что наступила осень. Итак, мы с вами сегодня продолжим говорить об искусстве. Смотрите, народ у нас надел куртки. Вот так вот, за один день. Друзья, вот с той стороны находится старый город. И выезд из старого города. Сейчас мы с вами перейдем через дорогу, вы увидите. Вот он. А с противоположной стороны, посмотрите, пожалуйста, это наш Этрусский музей, который был открыт еще в конце 90-х усилиями нашего родственника Паулу, который является археологом, одним из лучших археологов Тосканы. Вот, что Кенчану Терми – это место, где этрусские хоронили. Проживали они преимущественно в районе, который называют Торвието. А здесь они строили города для мертвых. Посему несколько лет тому назад Паулу нашел здесь, в нашем районе, несколько этрусских могил. И благодаря нему был открыт вот этот самый музей. Так, ну что, рыбки золотые. Смотрите, ой, вот красота какая! Живут рыбки золотые. Ну что ж, друзья, сегодняшний свой репортаж я проведу отсюда. Вот нашего этрусского музея, мои туристы, которые весь прошлый год приезжали сюда, к нам, в Кенчану Терми. Вы помните, конечно, прекрасно этот музей. Сначала мы осматривали Кенчану, потом осматривали Монтепульчану, и потом осматривали Пенцу. Друзья, и я хотела бы сегодняшний сюжет продолжить, посвятить, опять же, Дарио Франческини. Это министр культуры Италии. Как раз я сейчас нахожусь в нашем Ватрусском музее. Посмотрите, пожалуйста. Я вчера вам рассказывала о том, что он в угоду некоторым национальным и религиозным меньшинствам пытается упразднить итальянскую культуру. Друзья, в Италии находится 70% всего мирового культурного наследия. То есть каждый город, вот наш, например, город 7 тысяч человек. Видите, какой у нас замечательный музей. Он решил упразднить таким образом культуру Италии. Мне очень понравился комментарий, который мне написала одна моя подписчица, которая проживает в Азербайджане, что он это делает не в угоду светским государствам, а некоторым султанчикам с Ближнего Востока, которые таким образом отстаивают сейчас свои мировые позиции. Что ему не нравится якобы Франческини, что некоторые скульптуры, это античная римская скульптура, а может быть у него сейчас рука замахнется и на итруские скульптуры, выглядят слишком откровенно, и они могут смущать представителей других национальностей, поэтому их обязательно надо будет одеть. Итак, друзья, я свой этот сюжет вчера начала утром, когда мы с моим мужем ходили по грибы. Вчера же вечером мой любимый канал Биа Блю, они эту тему достаточно хорошо раскрыли, поэтому если вы говорите по-итальянски, зайдите, пожалуйста, на канал Биа Блю, и их последнее видео, где-то начиная с 14-й минуты, они на эту тему достаточно подробно говорят. И вот ребята с канала Биа Блю, они мне прислали вот этот самый скриншот, прочитайте, пожалуйста. Конечно, читать очень сложно, поскольку написано все бюрократическим языком, но я хотела бы объяснить, с чем это связано. Предположим, небольшой город в Италии, и люди должны голосовать, или люди, население должно решать. Вот, например, существовать такому музею или нет? В нашем городе находится несколько храмов средневековых, и там фрески, это сиенская школа средневековая. Конечно, если большинство людей, которые проживают, это местные жители, которые понимают, которые чувствуют эту культуру, естественно, они скажут, да, это наше, мы это любим, мы это понимаем, мы это ценим. А вы представьте, если в один прекрасный момент большинство окажется представителей других регионов, они скажут, нет, мы не хотим это содержать. И такие музеи, они начнут закрываться. Это ужасно, конечно. Кстати, к такому решению сейчас пришли не только Италия, но и многие другие европейские страны. Понятно, что это делается под чем-то давлением. Такое решение приняла Австрия, такое решение приняла Словения, и примкнули такие страны, как Украина и Молдова. То есть мы не говорим с вами о Евросоюзе, мы с вами говорим исключительно о континентальной Европе. Те, которые отказались принимать такое решение, это Россия, это Франция и это Германия. Друзья, я хочу сказать, это очень важно. Вы знаете, не надо думать, все валить только на представителей Ближнего Востока или вот как я их называю еще, да, те, которые к нам на лодках сюда плывут, из Северной Африки. Нет, я 20 лет работаю экскурсоводом Рима и Ватикана, я за это время наслушалась такого количества ерунды, и то, что рассказывают о Риме и о Ватикане наши русскоязычные представители из наших бывших республик, не уважая итальянскую культуру. Вы до сих пор периодически мне присылаете ссылки на там некоторые видео, от которых мне становится просто плохо, особенно про храмы, масонские храмы, которые построили сатанисты. В античные времена, я правда думала, что масоны все-таки появились средние века, так вот, друзья, будьте так любезны. Опять же, не называя имен и не давая никаких ссылок. Найдите, пожалуйста, в интернете пантеон. Если вы были в Риме, вы обязательно посещали пантеон. Пантеон – это мой самый любимый монумент. Вот, посмотрите, пожалуйста, пантеон. Пантеон был построен в I веке до, в I веке после, во II веке после Рождества Христова. Это уникальный монумент. Отверстие наверху ока пантеона. Почему в языческих храмах оставлялись вот эти отверстия? Это архитектурное решение, это необходимость. Друзья, не было возможности в те времена, в античные времена, это отверстие закрыть. Вы представьте, если бы его закрыли, и верхний слой даже был бы тонким, сутильным, как это, сапрамат, да? Он потянул бы на себя всю остальную массу, и купол провалился бы. Если мы с вами оставляем наверху закольцованные отверстия, обратный процесс, эта масса, она как бы стекает вниз, и купол таким образом не проваливается. Это архитектурное решение. Вот таких храмов, которые были построены по типу пантеона, на территории Римской империи было очень много. Почему некоторые оказались под землей, друзья? Это культурный слой. Дом Нейрона, кстати, дом Нейрона, он имел такой же зал с отверстием наверху. Это были языческие храмы. Я понимаю, что в чем-то представлении, в возбужденном, это имеет совершенно другой смысл. Но это ужасно, когда к итальянской культуре, я понимаю, что она для кого-то чужая. Вот такое пренебрежительное, я бы сказала, даже хамское отношение. Друзья, если вы были во Флоренции, в Бронелеске, знаменитый купол. Вообще собор во Флоренции, он имеет готические стилизии, но сколько лет Бронелеске работал для того, чтобы построить этот самый купол. И как он его закрыл? По-русски это называется фонарь сверху. Вот он, фонарь. А решение это было, подсказка, это был тот самый пантеон. А купол базилики Святого Петра, вспомните, пожалуйста, работы Микеланджело, это же точная копия пантеона. Потому что папа Юлий II, он сказал Микеланджело, идешь в пантеон, меряешь 43 и 43, ставишь наверх и вот сверху этот самый фонарь. Друзья, я вас очень люблю. И я прошу вас, любите итальянскую культуру, относитесь к ней бережно. Приезжайте, пожалуйста, в Италию. И увидимся сегодня вечером. А вот, кстати, мой племянник, и вот Пауло, наш родственник, археолог. Пауло, грация tantissimo.